Тепло должно быть в каждом доме. Такую цель преследует президентская программа социальной газификации. В администрации Ленинского округа прошло заседание регионального штаба. Его участники, главы муниципалитетов, министр энергетики региона и представители Мособлгаза отчитались за проделанную работу перед вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным. Мы идем в соответствии с планом, составленным в северографике. У нас план по поручению штаба 53 встречи в каждом населенном пункте до 30-11 провести. Сегодня уже 29 таких встреч наведено. На данный момент уже подано более 400 заявок на проведение газа от жителей округа. Комплексные договоры заключили 95 человек. На встрече участники обсудили и вопросы безопасности в домах региона. Известно, что помимо установки оборудования, организации обязаны периодически проверять его состояние. Отчитываться о проведенных работах газовые компании должны через мобильное приложение. Сегодня получается так. Я считаю, что если у нас, включая МКД, это минимум 2 миллиона абонентов и должны были прийти раз в год, то фактически у меня по крайней мере к миллиону человек должны были кто-то хоть раз прийти с обслуживанием газового оборудования. И, соответственно, у меня в системе должно быть миллион записей. Ну, даже если было бы 500 тысяч, даже если бы 300 тысяч было, я бы не переживал. Сейчас я говорю, что эта вся работа носит фиктивный характер. Соответственно, мы с этим будем жесточайшим образом вместе с коллегами из прокуратуры бороться. Сегодня в Ленинском округе расположено 54 населенных пункта, вошедших в программу социальной газификации. 9 из них относятся к территориальному отделу Булатниковская. С его жителями встретились члены регионального штаба. Сегодня жители достаточно хорошо уже информированы были, потому что мы стартовали уже месяц, идет этот старт. То есть, и, наверное, основной вопрос это был как раз не от жителей городского округа, а именно от СНТ. Ну, на эти вопросы отвечал и Андрей Юрьевич, наш губернатор, и Владимир Владимирович очень конкретно отвечал о том, что СНТ, находящаяся в границах городского округа, труба будет подведена к границе СНТ. На сегодняшний день в рамках действующего законодательства за разводку газопровода внутри садового товарищества отвечают сами жители. И сегодня есть разные ситуации на территории. Где-то газопроводы люди к частным подворьям самостоятельно за свои деньги тянули, а где-то люди как бы складывались. То есть, это уже можно сказать, что это уже путепровод они уже сделали. Что теперь с путепроводом делать, да, который уже построен был ранее? Вот, конечно, вот эта вся инициатива, она прекрасная, люди очень довольны. И, ну, чтобы ее реализовать, нужно подготовиться всем сторонам. Нужно подготовиться как Мособулгазу, так и людям на месте. С картой и датами проведения газификации в Ленинском округе можно ознакомиться на сайте Министерства энергетики Московской области. Если населенный пункт вошел в программу, то строительство сетей до границы участка будет проведено бесплатно.